МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет информационную программу «Время говорить» главной темой этого выпуска. Президент в училище ВДВ, которого могло и не быть. Некоторые воспоминания после визита главкома. Разменяй пятерочку, почему приезжие с юга везут из России настоящие деньги, а к нам мешками тащат фальшивые. А теперь обо всем подробнее. Вчерашнее падение Боинга 737 на аэродроме в Татарстане стало очередной российской авиатрагедией. По данным следствия, самолет упал практически вертикально между взлетно-посадочной полосой и рулежной дорожкой погибло 50 человек. Первые версии причин катастрофы связаны с так называемым человеческим фактором. Например, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзор Олег Смирнов не исключил, что пилоты могли ошибиться, так как у них не было достаточного опыта управления Боингом. Применительно к нашему региону трагедия в Татарстане заставляет вспомнить меньшую по масштабу, но, разумеется, такую же печальную историю, которая произошла год назад в поселке Петельно. Там упал учебный Як-18Т. Погибли двое. Инструктор САСовского летного училища Владимир Мушиц и курсат Дмитрий Федоров. В причинах Петельнского падения долгое время разбиралась комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Окончательное заключение вынесено совсем недавно. Комиссия, утверждая причиной катастрофы с самолетом Як-18Т в Рязанской области, в прошлом году стали ошибки экипажей и неисправность самолета. После аварии в САСовском летном училище приняли свои собственные меры по предупреждению подобных случаев. В конце минувшего ноября всю технику осветил местный батюшка. Другого, более материального способа застраховать технику от поломок, видимо, не нашлось. В пятницу приезжал в Рязань наш президент, он же, как положено, верховный главнокомандующий. Владимир Путин провел в стенах училища ВДВ освещения по вопросам подготовки офицерских кадров. Также главком вручил коллективу военного вуза в честь 95-летия его образования орден Суворова. Были торжественные речи, встречи выпускников разных лет, в том числе и людей высокопоставленных, которые впоследствии заняли командное, а то и президентские кресла. А затем, уже после высоких встреч, в Рязанской филармонии прошел концерт для десантников. Пели и плясали артисты отлично, принимали их тоже. И никто в праздничный день, похоже, не вспоминал дела недавние, когда уже и перестало быть наше Рязанской высшее военное, дважды краснознаменное десантное командное училище самостоятельным. Превратили его злополучные сердюковские реформы в некий филиал общевойсковой академии вооруженных сил. Три года назад, в разгар правления эффективного менеджера десантной училищи, впервые за всю историю своего существования прекратило набор курсантов. Вместо офицеров здесь намеревались готовить сержантов-контрактников. Нет, не вспоминали об этом в праздник. Не вспоминали, как в грустные и шокирующие недавние реформенные времена рушилась система высшего военного образования в России. Оно, кстати, до вмешательства бывшего министра обороны Сердюкова считалось лучшим в мире. Так называемые реформаторы успешно осваивали миллиарды бюджетных рублей, выделенных на изменения в армии. Теперь коррупционные разблочения, все новые и новые сведения о воровстве и злоупотреблениях. Народные деньги ухнули, как в песенке, по широким буржуйским карманам. А сам Анатолий Сердюков перестал быть министром и осваивает карьеру вечного свидетеля по коррупционным делам в военном ведомстве. Теперь все вернулось назад. Училище получило самостоятельность. Ему дали прежние наименования с названиями орденов и именем главного десантника всех времен Василия Маргелова. Вновь у нас в Рязани начали выпускать офицеров ВДВ. Растет конкурс, повышается престиж военной службы. Так что пусть выступают артисты, пусть аплодируют курсанты, пусть приезжает высокое начальство. Лишь бы там наверху понимали, что система обороны это не место для коммерческих экспериментов бывших продавцов мебели. А то, что на возвращение прошлого статуса и устоявшихся норм в системе военного образования, то есть на возвращение того, что было разрушено, опять идут народные деньги из бюджета, так это ничего. Российский народ давно привык платить за все самую высокую цену в мире, двойную и тройную. Такова наша вечная доля. К другим темам. Вчера свой профессиональный праздник отметили российские участковые инспекторы полиции. Это славные наследники квартальных и околоточных надзирателей Великой империи, которые после революции, конкретнее в 23-м году, уступили место участковым в системе НКВД. Так что 90 лет службе срок немалый. Сегодня в областном управлении МВД поздравляли рязанских участковых, рассказывает Глеб Галушкин. На торжественном концерте, приуроченному к 90-летию создания службы участковых уполномоченных полиции, награждали тех сотрудников, кто в последнее время отметился своим профессионализмом и высокими показателями. Впрочем, не забыли также и о ветеранах милиции, которые активно передают свой накопленный опыт молодым работникам. Всего же в Рязанской области несут службу более 400 участковых. И только в этом году ими раскрыто свыше полутора тысяч преступлений. Служба свою задачу выполняет. Выполняет, я считаю, что довольно-таки неплохо. Всичем я чувствую вас поздравляю. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия. Если потом ветеранам службы, которые своим трудом в те времена доказали, что служба имеет перспективу, независимо от того, как она называлась, квартальной, околуточной, участковой инспектор милиции, участковой уполномочной полиции и так далее, и так далее. Поэтому еще раз всех поздравляю. Всем счастья, здоровья, всего самого благополучия вам, вашим семьям. В конце минувшей недели рязанские полицейские объявили о задержании распространителей фальшивых пятитысячных. Приезжие из южных краев сбывали купюры в крупных супермаркетах и, собственно, на этом завалились. С подробностями некоторыми выкладками постфактум. Глеб Галушкин. Рязанские оперативники задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр на Дягилевском посту ДПС. Двое злоумышленников по полицейской информации расплачивались поддельными пятитысячными купюрами как в крупных гипермаркетах, так и в мелких розничных сетях. По имеющимся сведениям, один из задержанных фальшивомонетчиков оказался уроженцем Дагестана, а другой – житель суверенной среднеазиатской державы. Как товарищ с тобой зовут который? Герман. А он что здесь делал? Не знаю. Ну, кому он конкретно? Он же тебя попросил? Да. А в каких магазинах были? Ну, в этом торговом центре были. В каком конкретно? Да я даже не знаю, что за магазин это, большой торговый центр. Походу, вот в Рязань уезжаешь, куда дальше? С правой стороны. Всего же у этого дружного интернационального тандема полицейские изъяли ненастоящих купюр на сумму почти в полмиллиона рублей. Причем качество подделок, по мнению правоохранителей, было весьма высокое. Сами задержанные приехали в Рязань на машине с подмосковными номерами. Они утверждали, что кто-то их попросил разменять в нашем городе деньги. А в Рязани как оказался? В Рязани? Да. Отправили поменять денег? Деньги поменять отправили? Да. Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Рязанской области в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий была пресечена деятельность организованной группы, которая осуществляла сбыт поддельных денежных купюр на территории Рязанской области. При словой поддержке сотрудников СОБР указанные лица были задержаны. При этом они добровольно выдали поддельную денежную купюру, находившуюся у них, в общей сумме 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за совершенное противоправное деяние указанным лицам граждить лишение свободы сроком до 12 лет. А данные купюры какие номиналы были? Данные купюры были номиналом 5000 рублей. Данные лица сейчас в данный момент не находятся? Указанные лица в настоящее время задержаны в порядке ст. 91 Уголовного процессуального кодекса. Впрочем, по всей видимости, задержанные – это всего лишь исполнители. По мнению ряда российских экспертов, изготовление и сбыт фальшивых банкнот уже давно взяли в свои руки организованные преступные сообщества, часто этнические. Вот, например, видеоштурма дома члена одной из таких ОПГ, снятые в прошлом году. Полицейские в ходе обыска здесь обнаружили клише, бумаги с водяными знаками, а также уже готовые к распространению по регионам России купюры. По оперативной информации, подавляющее большинство таких вот цехов работает в том числе и для финансирования банд-подполья на Северном Кавказе. И последнее на сегодня. Теперь в Рязанском медуниверситете при слове «пожарный» народ потихонечку крестится или плюет через плечо. Еще бы, только-только в прошлый четверг здесь прошли учения брандмейстеров по спасению людей из огня, а ранним воскресным утром огонь батюшка и сам припожаловал в общежитие университета на улице Шевченко. Станешь тут суеверным? Загорелась общага в 7 утра. Уж как там все получилось, разберутся в пожарной лаборатории. Приехали огнеборцы, уже по самому настоящему пожарному делу. 160 заспанных обитателей общежития быстренько вывели на улицу. Огонь тушили 30 бойцов на 10 машинах. Обитель студентов успешно залита водой, жертв и пострадавших нет. Оно, как говорится, и слава богу. На этом сегодня закончим успешной всем нам трудовой недели. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова